В эфире студия Репортер. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий, с удовольствием представляю свою сегодняшнюю собеседницу Елена Погребняк, глава областной миграционной службы. Здравствуйте, Елена, рад вас видеть. Периодически мы с вами встречаемся в этой студии, сверяем часы, как говорится. Октябрь месяц, с июня месяца Украина, детская область в том числе живет по-новому, массовый наплыв запросов на биометрические спорта. Июнь, июль, август, я так понимаю, и электронные, и живые очереди были просто заполнены во всех областях, не только в нашем регионе. Середина осени, пошел ли этот процесс на спад? Давайте последняя информация, которая у нас есть. Я приведу статистику всеукраинскую, потому что Одесская, как правило, у нас менее стабильна с учетом того, что наплыва все-таки летом. У нас было и крымчан достаточно много, и с других регионов отдыхающих, кто по электронной очереди записывался, потому что электронная очередь оказалась очень удобная. То есть можно, сидя в Виннице, записаться в Одессу и, собственно говоря, в электронную очередь и приехать, и город посмотреть, и паспорт оформить. На сегодняшний день всеукраинский спад около 10%. То есть настолько радикально, как мы ожидали, что где-то будет на 25%, к сожалению, не произошло. То есть сохраняется у нас потребность в этом. Но я думаю, что сейчас достаточно разгрузят паспортный сервис, который открылся на прошлой неделе в пятницу. 9 окон принимают сразу. Это дороже стоимость услуги, сразу говорю. Это государственное предприятие ДП-документ, которое принимает заявление на точно такой же паспорт людей, но стоимость порядка 400 гривен дороже. Для многих людей 400 гривен, в принципе, не настолько решающая сумма денег, кто не хочет за две недели записываться по электронной очереди. То есть тоже это пользуется спросом для разных категорий граждан. Из плюсов у нас за это время Горсовет наконец-то определил льготные категории. То есть на сегодняшний день есть льготные категории граждан, которые могут оформить загранпаспорт, непосредственно оплачивая только стоимость бланка. Эти льготные категории содержатся данные на сайте Горсовета, непосредственно при предъявлении документа, то есть это многодетные, воины АТО, инвалиды первой и второй группы. То есть там достаточно широкий список категорий, те люди, которые могут на льготных, по льготной стоимости оплаты оформить загранпаспорт. И тоже это популярно. Услуга оказалась, я очень рада, что Горсовет пошел навстречу гражданам, потому что определяется такая льгота не миграционной службой, а исключительно местными органами власти, которые являются получателями денежных средств при оплате за оформление загранпаспорта. Есть спад, который больше характерен даже не уменьшением желания поездок в Европу у граждан Украины, у Одесситов в том числе, а в первую очередь тем сезонностью. В сентябре, октябре при начале учебного года всегда именно эти 10% спада и отмечаются. Причем я замечу, мы анализировали в 2016-2015 годах, спад был до 20%. То есть в этом году даже он меньше, чем в обычные годы. То есть говорит о том, что очень многие наши граждане собираются на отдых. И общаясь с ними, выясняем, то есть уже это зимний отдых, который люди планируют, как с их слов эконом-варианты, это Болгария, это Польша. Да, то есть в основном мы на сегодняшний день уже в частном туризме, на зиму уже зимние виды. И здесь уже более именно распространено, вот ближняя к нам Европа, Румыния, Болгария, Польша. И в принципе, говоря со многими, это более экономично даже получается, чем наши Карпаты. Но опять же это здорово, что наши граждане смогут все-таки расширить кругозор своих поездок. И опять же хотела в очередной раз обратить внимание, у нас до сих пор сохраняются просрочки во получении загранпаспортов. То есть срочный паспорт оформляется на сегодняшний день более чем дольше месяц, то есть месяц и неделя. Несрочный паспорт оформлен в обычном режиме более двух месяцев. Это связано с повышенным до сих пор спросом по всей Украине. Ситуация эта будет сохраняться до декабря месяца включительно. Она будет исправлена только тогда, когда полиграф комбинат Украины, уже деньги выделены, объявлены тендеры, закупить дополнительное оборудование. Я очередной раз обращаю внимание граждан наших. Не покупайте билеты с датой, когда вы еще не получили паспорт. Даже если вы вычитали, что да, действительно по закону 10 рабочих дней, 20 рабочих дней. К сожалению, возвращать денежные средства турагентства при продаже билетов не спешат. Поэтому лучше вначале уже имейте паспорт в руках, после этого только оформляйте, бронируйте. Потому что, к сожалению, каждый день у нас десятки обращений граждан с купленными билетами. В турагентстве меня не проконсультировали. У вас я решил, что все равно придет паспорт раньше. И вот испорченные отпуска. В полочке лежат, вот сразу вам выдаем. Испорченные отпуска, к сожалению, у людей. И в обязательном порядке. Обращайте внимание, что сроки изготовления могут меняться, опять же, не в лучшую сторону и сейчас. Потому что в геометрической прогрессе очередь растет каждый день. То есть каждый день принимает Украина рекорд 24 тысячи заявок в один день документов, поданных на загранпаспорта. Это рекордные цифры. То есть в Украине максимальные до этого были до 10 тысяч. То есть в 2,5 раза с большей нагрузкой работают и миграционная служба, и полиграф-комбинат. Но если миграционная служба, мы перекидываем сотрудников из одного подразделения, из одного направления работы на загранпаспорта, что мы принимаем непрерывно. То есть на сегодняшний день электронная очередь в Одессе продолжает работать, как ни в одном городе в Украине. Каждые 10 минут к нам заходит новый чек на оформление паспорта. Но полиграф-комбинат, линии по печати паспортов, быстрее их печатать, к сожалению, пока не могут. То есть это объективный фактор, да, из того, что мы знаем, это не саботаж сотрудников, которые работают в сокращенном варианте. Тут поработали, тут не поработали. То есть это реальная картина. Да, и также гражданам советую отслеживать на сайте dms.gov.ua, там, где происходит электронная запись в очередь, точно так же можно отслеживать под своим данным срок изготовления паспорта. То есть там печатаются точные данные, когда идет персонализация паспорта, когда паспорту присвоен уже номер, когда он отправлен на печать. И есть отметка, когда он доставляется уже непосредственно в подразделение. Это гораздо облегчает и нам работу, что это не тысячи звонков каждый день, когда мой паспорт, на какой стадии. Ну и, собственно говоря, человек видит, контролирует и понимает, что если это уже друг, то значит в течение недели этот паспорт будет уже в миграционной службе, и его можно получить в тот же день при получении паспорта нами. Несколько месяцев назад вы сообщали, что лучше всего в электронной очереди регистрироваться в фиксированное время. Я попытался зарегистрироваться в нефиксированное время, какой-то вечером, обед, утром. Все отделения показывали, что свободных мест нет. То есть по-прежнему лучше всего и надежнее регистрироваться в очереди, становиться в районе полуночи. То есть пока не изменилось ничего. Ничего, ситуация не изменилась. Электронную очередь узнало гораздо большее количество граждан. У нас изменилась в положительную сторону, как для нас это процентовка живой. В очереди будем так и граждан, которые пришли в живую стоят, и теми, кто в электронную очередь. Если до этого у нас электронная очередь и живые граждане, стоящие в живой очереди, это было 50 на 50, то на сегодняшний день это 80% электронная очередь и 20% граждане. То есть приходя, видя, что ты должен ждать талон, когда кто-то не придет с электронной очереди, и видя, как человек пришел за 15 минут до назначенного времени, со своим талончиком зашел, вышел, и по сути 15 минут он максимум ждал, 10 минут он оформлялся, и уже 25 минут человек сдал полностью документы и довольно счастливый ушел, то многие люди, кто стоит в живой очереди, все-таки уходят, записываются в 12 часов ночи, когда обновляется электронная очередь, появляются новые окна, и приходят к нам оформляться именно уже по электронной очереди. Радует, что наши граждане все-таки становятся более европейски цивилизованными. То есть из пережитка советского времени, что я буду стоять в очереди до победного конца километровой, традиция, вы знаете, и самое тяжелое, что у нас именно люди, скажем так, уважительного возраста, именно не поддаются на по-другому перестроиться в записи, даже у кого есть возможность записи, у кого есть дети, внуки, могут записать, то есть для них это традиция, это привычка стоять в очереди, добиться, достояться и с готовым результатом идти. То есть, знаете, вот необходимо именно выстрадать этот документ, хотя на самом деле все можно уже оформить гораздо проще и очень здорово. Таким образом у нас убираются коррупционные моменты посредников, которые работают в интернете, о которых мы регулярно сообщаем в правоохранительные органы. То есть люди пытаются продавать свою очередь вживую, стоя, в электронной очереди продать ее невозможно. Ты записываешься по своему паспорту, мы не примем человека, который, собственно говоря, пришел с другими данными, потому что мы сверяем смс, который в телефоне, с теми данными, которые у нас в электронной очереди записаны, данные паспорта человека. И здорово, что и паспортный сервис, то есть на 400 гривен человек больше платит, он в течение двух часов гарантированно проходит. И точно так же в миграционной службе запись по электронной очереди на две недели вперед. Это действительно очень положительный момент для граждан, которые хотят получить свою услугу без безумных очередей и негативного состояния в конце дня, когда уже ничего не хочется. Но тем не менее, вот то окошко, которое всего несколько минут длится, не способствует удобству. Ну, это, по-моему, та издержка, с которой приходится пока что мириться, и вряд ли эта тенденция изменится. Ну, можем пока сожалеть об этом. Ну, по крайней мере, еще раз сообщим, что это время с 23.45 до полуночи. Те, кто не спят, мониторьте свои гаджеты и компьютеры. Можем так передать людям. Да, я думаю, что этот совет еще будет продолжать иметь актуальность до Нового года, пока все граждане не будет удовлетворена та потребность. Потому что на сегодняшний момент у нас огромное количество людей, кто оформляет паспорта, кто до этого загранпаспортов не имел вообще. То есть до этого люди оформляли паспорта, у кого небиометрический уже был. То есть у нас пошли те категории граждан, которые вообще никогда в жизни не имели загранпаспорта сейчас. Мы видим по базе непосредственно при оформлении. То есть пошли те категории, которые не видели для себя возможным поездки за рубеж. С учетом все-таки безвизового режима стали гораздо доступнее автобусные туры. Стали возможны людям поездки даже тем же поездом Интерсити. И я надеюсь, что и перевозчики тоже будут идти навстречу с увеличенным возможностью у людей поездки с отсутствием расходов на визу, которая по сути составляет стоимость путешествия в таком эконом-режиме на выходные. Не так давно попал на информацию, правда не у нас, а в столице. Система выдачи паспортов работала с перебоями. Люди не могли получить уже паспорт. Говорили приходите завтра, приходите завтра. С чем связана такая вот... Это была на прошлой неделе. Это были по всей Украине перенастройки баз. То есть это была передача администрирования, если это гражданам о чем-то скажет. То есть это перенастройки для того, чтобы улучшать... Каждый период времени работают программисты с улучшением системы. Чтобы она работала с меньшими сбоями. И самое главное, с более высокой скоростью. Потому что скорость обслуживания человека зависит от того, в каком режиме мы сканируем документы. Это как быстро они подливаются. Как быстро мы можем отсканировать подпись, сфотографировать человека. Это все подливается в базу. Мы работаем в активной живой базе. То есть это не у нас на компьютере установленная программа. Это все украинская. И не было ни одного дня, чтобы мы не работали целый день. То есть нам периодами на несколько часов отключали. Мы людей предупреждали, кого-то даже обзванивали в подразделениях. Но паспорта получили на сегодняшний день все, которые пришли на прошлой неделе. Еще такой вопрос. Вы говорили о девяти окнах. Это имеется в виду в столице или в Одессе? В Одессе. В Одессе открылся паспортный сервис на Екатерининской. В котором одновременно работают девять окон на подачу и выдачу паспортов. Загран. На сегодняшний момент это уровня столичного паспортного сервиса. До этого такой крупный был только в Харькове, в Киеве. Вот сейчас наконец-то открылся в Одессе. Это государственное предприятие. ДП-документ можно почитать в интернете, непосредственно ознакомиться. То есть точно так же можно подать документы на получение загранпаспорта, как и в миграционной службе, как и в паспортном сервисе, но с более дорогой услугой. И точно так же можно подать в ЦНАПах горсовета. На сегодняшний день оборудованы пока только два ЦНАПа. Это ЦНАП Ильского и Малиновского района. То есть они расположены в райадминистрациях. Новый ЦНАП горсовета, который открыт на Косовской, в здании бывшего завода Краян, пока еще не оборудован. Но я знаю, что горсоветом планируется ЦНАПом приобретение оборудования. Но опять же я не сориентирую в временном промежутке. Но я думаю, что ситуация будет только улучшаться. То есть будет увеличиваться количество точек приема документов на паспорта. Полиграфом комбината будет приобретаться Украина дополнительное оборудование. То есть не будет ни просрочек, не будет таких очередей. Ну и опять же и насыщение рано или поздно будет того рынка для возможностей для людей, кто может себе позволить поездку за рубеж на сегодняшний день. То есть на какой-то момент наступит, когда это уже будет именно текущая очередь. И тех людей, которые в обычном режиме, то есть что характерно было всегда для Украины. То есть человек получил совершеннолетие, оформил за гранд паспорт. То есть это другие гораздо цифры, чем те, которые сейчас скопившаяся. Эта очередь пошла одна момента с введением безвизорежима. Мы много говорим о технической составляющей, о компьютерах, о машинах. Но все-таки до сих пор все решают у нас кадры, решают живые люди, которые работают в этих сервисных центрах, государственных предприятиях. Людей хватает? Вы знаете, хватает. Обученных людей. Обученных людей хватает. У нас достаточно стабильно в этом плане, что это работают те же люди, которые работали годами. И у нас больше, понятно, что есть усталость, потому что в таком режиме, конечно, не работали до этого никогда миграционная служба. Но у нас именно вот на сегодняшний день необходимость усиления полиграф-комбината. Это более такая острая стоящая проблема, но я вижу, что она решается. Спасибо за последнюю актуальную информацию. Мы сегодня не занимались ликбезом. Мы говорили сугубо по тем временным сообщениям, которые актуальны в данный момент. В очередной раз благодарю Елену за то, что приходите к нам, сообщаете полезную информацию. Оставайтесь на репортере. С вами был Виталий Химий. Берегите себя. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...